Печень Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Тема сегодняшняя очень важная. Печень – это действительно один из самых важных для здоровья органов. Я расскажу подробно, что это такое печень, какие функции она выполняет. Конечно, это основа всего, основа жизни нашего организма. Это уникальная, самая крупная железа. Это лаборатория мощнейшая, которая синтезирует огромное количество необходимых химических элементов. Выполняет она более 500 функций. Печень – это очень серьёзный анализатор. Это главный фильтр нашей крови, то есть, значит, всего организма. Она управляет белковым, жировым, углеводным обменами. Она синтезирует и накапливает многие и гормоны, и ферменты, и витамины. Печень также разбирает эритроциты. Она разбирает вообще белки, которые через кровь передаются, соответственно, в печень. Отмёрзшие клетки нашего организма, гены и любые вообще клетки, их производные. Она их утилизирует, она их разбирает и собирает вновь. То есть, она может собирать белки. Она синтезирует белки. Она обладает, конечно, уникальными регенеративными способностями. Поэтому даже если печень осталась функциональна всего на 20%, на 30% человек ещё живёт. Печень, она, конечно, участвует ещё в очень важном обмене железа и обмене меди в организме. Если меди в организме мало, ионов меди, не хватает для обменных процессов, то человек, у него начинает проявляться седина. Имейте в виду, это нарушение медного обмена в печени. Не просто не хватает, его может хватать, но идёт нарушение. То есть, это тоже, в принципе, говорит уже о дисфункции печени. Печень участвует, конечно, во всех детоксикационных процессах. Например, она расщепляет яды, в том числе алкогольные. Она обезвреживает токсины. Она обезвреживает попавших в организм бактерий и вирусов. Насколько это возможно? Ну, конечно, многие вирусы и паразиты особенно берут вверх над организмом и над печенью. У меня была тема о паразитах, очень серьёзная, вы её в блоге у меня найдёте. Особо опасны, конечно, для печени химические вещества, антибиотики, цитостатики, гормональные препараты лабораторного и неестественного происхождения. Помните, что ничего нет незаменимого в природе. Это человек, это медики пытались найти какой-то иной способ лечения. Система сама вытесняла те природные травы, корни, грибы, знания о веществах в природе. В ней всё есть, чтобы вылечить любую болезнь, чтобы её не допустить, конечно, но уж если есть, вылечить тоже можно. Но мало отдельных трав. Но потому что комплексный подход – это не только препараты, это не только травы, это образ жизни, это определённое состояние организма, подготовка к этому. Это тюбажи, так называемые, очистки. То есть тут это комплекс мер, и тут нужно понять логику, почему я вам буду сегодня, и как всегда я рассказываю подробно. И не просто что-то, а процессы, чтобы вы их понимали, чтобы вы в новой ситуации могли правильно воспользоваться этими знаниями. То есть я вам даю знания и как бы методики, да, подробнейшие, подробнейшие, пошаговые методики – это информационные продукты. Но каждое слово, вот то, что я сегодня и всегда говорю, оно очень важным, если вы будете анализировать эти слова. Давайте дальше. Итак, вот эти яды печень с помощью определённых ферментов, липидов переводят в определённые химические, ну, неактивные состояния, обезвреживают и выводят из организма. Дальше работает, конечно, почки подхватывают, потому как они выводят конечные продукты распада из организма, да. Ну и кожа, конечно, безусловно, тоже. Но, конечно, всему есть предел, и печень тоже имеет ресурс. Печень взрослого человека весит примерно 2 килограмма. Она мягкая, тёмно-красная, она расположена за рёбрами, в верхней правой части брюшной полости занимает почти всю его ширину. Она не должна выходить из-под рёбер, то есть увеличение печени там специалисты нащупывают, это уже пора, то есть если это такое есть, задуматься, что есть проблема. Печень состоит на 80% из гепатоцитов. Это такие клетки, они формируют дольки печени. Их 4 доли большие, но долик маленький, больше 50 тысяч. Печень ещё выполняет очень важную функцию, она ещё, поскольку она большая, объёмная, она может спасать кровь, не только селезёнка, но и печень. Человек может выжить, как я уже говорил, если печень работает, даже если на 10%, но это уже на грани. На самом деле часто на 20-30 у большинства людей она и работает, всего лишь. И тогда начинается огромное количество проблем со здоровьем. Запомните, печень не болит, как и почки, там нет нервных окончаний, как и суставы, понимаете? Поэтому нужно беречь эти органы ткани, нужно следить, нужно понимать, что не дожидаться, когда заболит что-то пограничное, либо уже это приведёт к болезням уже других тканей и органов, за ней надо ухаживать. Нужно понимать меры, профилактику, гигиены, правила соблюдать, об этом мы поговорим, потому что многие виды гепатита – это инфекционные заболевания. Забегая вперёд, скажут, что лечится всё, в том числе гепатит С. Запомните, что если темп регенерации клеток печени не поспевает за процессом её разрушения под воздействием тех или иных факторов, то такое разрушение перерождается в фиброзную ткань, в пустоты. Когда клетки погибают, печень образуется пустота, они замещаются в фиброзной ткани. И это называется пицерозным состоянием. Цироз – это и есть большое количество фиброзной ткани, замещение нормальных клеток. Так вот, печень ткани вообще состоит, я уже сказал, с большого количества долек, в каждой дольке расположена центральная вена. Понятно, это кровоснабжение. Эти дольки объединяются в сосуды, и они впадают в печёночную вену. Вокруг вены находится, конечно, и разветвление вен вот этой печёночной клетки в виде пластина, где происходит фильтрация этой мембраны, как и в почках. Так вот сейчас, к сожалению, в наше время, нынешнее, найти человека с нормальной печенью в 30-40 лет – это почти невозможно. Именно потому, что многие факторы неправильного образа жизни, питания, прочее, именно приводят к тому, что человек уже к 20-30 годам имеет большие проблемы с пицей, а значит и остальные проблемы. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео, и не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Значит, очень многие заболевания и остеохондроз позвоночника, и болезни суставов, кожи, мышц, кстати, снижение, например, остроты зрения, слуха, конечно же, ангины, особенно острые ОРЗ и прочие, и прочие – это, скажем, непосредственно, либо прямо непосредственно, либо косвенно, всё-таки они связаны с нарушением именно работы многих внутренних органов, но в первую очередь печени. Печень – это ещё и накопитель, и распределитель энергии. Печень запросает гликоген. Гликоген – это полисахарид уникальный, это аналог растительного крахмала, но это животный крахмал, он и называется гликоген. Это концентрат энергии глюкозы. И когда нужно, печень его расщепляет уже до глюкозы с помощью специальных ферментов, и у нас есть дополнительный источник энергии. Но усталость, депрессия, постоянная раздражительность, вялость, особенно если после сна человек просыпается всегда усталым и подавленным, если ему не хочется работать, вот эта апатия, что называется, то это точно указывает на 100%, это указывает на то, что печень очень сильно уже зашлакована. Это может быть что-то ещё, но это в любом случае точно. Так вот самую большую опасность тут играет образование как в самой печени, в протоках желчные камни, так и, соответственно, в желчном пузыре. Об этом мы поговорим и о том, и о другом, когда будем разбирать всё-таки желчь и коснёмся желчного пузыря, тут как раз и про печёночные камни тоже поговорим немного. Печень получает кровь действительно сразу из двух источников. Так вот, действительно, 80% крови поступает из тонкой кишки вместе, конечно, с питательными веществами, поскольку в тонком кишечнике большая часть всех питательных веществ, съеденной нами пищи, всасывается, и через печёночную воротную вену, соответственно, поступает в печень. Конечно, в этой крови мало кислорода, но много питательных веществ. И вот 20% крови идёт от сердца. Это, конечно, насыщенная кислородом кровь, которая идёт от артериола артерии через печёночную, соответственно, артерию. Так вот, после вот этого обмена кислорода и питательных веществ кровь собирается в печёночную вену уже, далее в нижнюю полую вену и поступает в правое предсердие. Это часть большого круга кровообращения. Синусоиды идут параллельно радиальным пластинам кредов клетка печени. Это как бы отводы от печёночной артерии воротной вены. Как вообще всё это происходит? Смотрите, около примерно 1-2 литров крови протекает через печень в час. Представьте, что в сутки это 2,5 тысячи литров. Вот такая гигантская пропускная способность, такая скорость кровотока. Ведь эта кровь должна отфильтровываться. Если человек загладывает лекарства, яд и алкоголь, то эти яды растворяются в воде и поступают, соответственно, в печень. И уже печень загрязняется, печень вынуждена работать на износ. Ресурсы, безусловно, как я говорил, ограничены. И представьте, что тогда может быть. Вот зайдёт литр крови, да, он должен пройти за единицу времени, а выходит пол-литра за эту единицу времени, условно, я говорю это, естественно, условно. Что будет, как вы полагаете? Но поскольку кровь ведь поступает в печень снизу, то происходит её застой в нижней части, поскольку давление возрастает моментально, если печень забита даже на какие-то 10-20%, избыточное давление в сосудах, которое будет обязательно в этом случае, соответственно, ведёт к чему? К тому, что кровь застаивается, сгущается, скапливается ниже входа сосуда в печень, и начинается что? Варикозное расширение вен нижних конечностей. Это не болезнь сосудов, это уже проявление в этом. Но причина в загрязнённой печени и в давлении, потому что клапана уже не справляются, давление в венах есть обязательно, клапана, которые держат и направляют кровь в одном направлении, но они ослабевают, и давление скапливается, и вены разбухают. К тому же есть ещё другие проблемы. Так вот, очистить печень и восстановить, это вот задача главная. Тогда пройдёт и варикозное расширение вен, если постепенно клетки обновятся и заменятся на новые, если будут достаточное количество питательных веществ, нужных в том числе для вен. Понимаете, как всё? Почему я в каждом вебинаре и даю вот эти причинно-следственные связи и с одной темы обязательно перехожу на другую, чтобы была целостная картина. Вот печёночная вообще недостаточность, вот это очень важно сказать, это вообще неэффективная работа, когда под воздействием каких-то ядов, вредных веществ, которые в процессе пищеварения образовались, при наличии вирусов, при наличии паразитов, определённых, например, аписторхов в печени, которые едят клетки печени, происходит, соответственно, нарушение работы, а как следствие страдает весь организм. Это понятно. Вот у многих людей есть геморрой, то есть набухание геморридальных вен. Вот как раз вот этот самый геморрой, так же, как и варикозное расширение вен, является прямым следствием именно того, что печень забита, потому что также увеличивается давление, это такие же вены, просто проявляются в разных отделах нашего организма, но в основном в нижних, именно по этой причине, о которой я выше вам уже сказал. Значит, смотрите, какие основные функции печени, какие метаболические и прочие функции печени, это очень важно понять. Во-первых, печень запасает витамины, в том числе, кстати, водорастворимого витамина В12. Это в том числе обмен железа меди, накопление минералов многих. Печень очень интенсивно использует многие минералы для обменных процессов. Это синтез белков, в том числе гемоглобина, это фибрина, альбумин, белки, плазменные крови, обязательно, ферменты, многие из них специфические. Печень-фильтр, который нейтрализует, выводит опасные яды, в том числе, кстати, даже фенолы, этанол — это очень опасный яд. Ацетон. И, кстати, у кого печень всё-таки здоровая, кто её очистит, тот будет меньше подвержен влиянию окружающей среды в плане экологии. Это тоже очень важно. Так вот, даже токсины, аммиак, продукты распада белков, именно печень превращает в мочевину и уже вставляет в почки. Выводится излишний азот, азотистые основания, выводится с мочой. Печень нейтрализует гормоны, в том числе избыточные, витамины, последствия применения медикаментов и так далее. Печень образует желчь. Именно печень образует. И потом желчь стекает уже по протокам в накопитель. Это желчный пузырь, но и непосредственно может отдавать желчь по протоку непосредственно в 12-перстную кишку. Это необходимое вещество желчи для пищеварения. Но, конечно, природа создала желчь и эти процессы, и такую концентрацию не для того, чтобы есть жареную картошку с котлетами. Для этого печень не синтезирует желчь. Энергообмен, запас гликогена я вам объяснил. Также липидный жировой обмен, конечно же, потому что синтез, например, эфиров холестерина, самого холестерина, фосфолипидов и липидов, липопротеидов, это комплекс белков и жиров, они образуют мембраны клеток. Весь контроль липидного обмена – это печень. Это, конечно, синтез пигментов, в том числе билирубина, и нехватка его. Вот болезнь витилиго, так называемая, это болезнь печени, это болезнь синтеза пигмента, билирубина в том числе. Это образование желчных солей, секреция, конечно, понятно, желчный. У плода в организме матери, например, печень даже выполняет кровотворные функции. Есть один из ферментов, например, трансаминаза. Вот этот фермент очень важный, он является лакмусом. При определенных проблемах, когда у человека есть подозрение на гепатит, то тогда медики проверяют в том числе показатели этого фермента, активность его. То есть если повышение идет этого фермента в крови, наряду, например, с положительной тимоловой пробой, то это является одним из наиболее ранних лабораторных признаков гепатита. Он появляется, скажем, в периоде еще задолго до повышения билирубина. Понимаете, вот это надо знать, это очень важная вещь, я вам сейчас сказал. И появление желтухи. То есть задолго появляется этот признак. Я подробнее в методичке все это изложил. Теперь, вообще, очень интересные есть факты о печени. Ну, например, что печень вообще потребляет в 10 раз больше кислорода, чем любая мышца той же массы. Представляете? А почему? А потому что там очень много митохондрий. Это такие органеллы, в которых огромное количество находится АТФ, энергетических станций, митохондрий, а их там очень много, потому что это, как уже я говорил, лаборатория, которая выполняет более 500 важнейших функций химических. Это химический реактор. Второе как раз уникальное свойство лисичек – это гепатопротекторное средство. То есть, лисички лечат заболевания печени. Какие заболевания? Очень многие. Но, во-первых, надо сказать, что если есть фиброзные какие-то изменения, что называется, вплоть до циррозов, конечно, тут нужна комплексная терапия. Например, из трав я рекомендую расторопшу. Просто берёте семена расторопши, хорошие только, органические, тут уж важно. И размалывайте в кофемолке по столовой ложке этого порошка три раза в день до еды, минут за 20-30-40 час до еды. Запивая тёплой водой стаканом три раза в день, ну, долго, в течение полугода или больше, в зависимости от стадии поражения печени, смотря какие заболевания, но даже гепатит С лечится, а тем более, применяя вместе с этим, вот этим средством расторопша, я имею в виду лисички и трутовик листничный, другой уникальный гриб, о котором уже была моя лекция, было моё видео, посмотрите, найдите. Так вот, как действуют лисички на печень, да? А вот как раз дело в том, есть специфические полисахариды, не только хиномонозы, конечно, а и другие в лисичках, которые вот назвали К10, условная аббревиатура. И уже вот, к примеру, в Германии используют, практически лечат, например, гемангиомы печени. А знаете, что это? В итоге красные проявления на коже такое. Это красные пузырьки, маленькие миллиметра 2-3, как бы накаченные, как вздутые микропузырьки, красного цвета, ярко-красного. Это проблема печени, знаете. Так вот, например, лечат жировое перерождение печени, всякие, гепатит С, и не только, ну, С просто один из самых опасных видов гепатита, то есть, в том числе, вирусные заболевания и прочие изменения, связанные как раз именно с этим органом важнейшим. Итак, как применяется? Итак, я скажу, для взрослого человека весом 50-60 килограмм плюс-минус. Значит, лисички препарат по 3 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды. Итого, на один текущий месяц лечения пойдет 5 баночек, потому что в каждые 60 капсул. Второй грибной препарат это шитаки водорастворимая форма. Это, конечно, не напрямую оно воздействует эти вещества и этот препарат на паразитов. Нет, конечно, просто укрепляет иммунитет, потому что в момент того, когда паразиты выходят из организма, иммунитет человек ослабляет. И поэтому есть такая методика, состоящая из трех грибов. Это и так называемый системный подход. То есть, первый лисичка действующего вещества, второй препарат шитаки, только водорастворимая все-таки форма кристаллическая, потому что это самое сильное концентрированное вещество. То есть, полисахарид лентинан, это чистый полисахарид, который как раз водорастворимый в форме в сухом кристаллическом порошке в так называемом саше-пакетах. В коробочке одно идет 30 саше-пакетов, а потреблять надо по одному саше-пакету два раза в день за 20 минут до еды, то есть, две коробочки пойдет на один текущий месяц лечения. Нужно будет вам. И третий препарат это трутовик лиственничный, который является мощнейшим гепатопротекторным средством, который будет помогать восстанавливать печень, а ведь на печень приходится в момент дегельминтизации очень большая нагрузка, так-так. И поэтому это важно. Так вот, по две капсулы три раза в день за 10 минут до еды запивая водой. Каждый препарат запивается водой. Между каждым грибным препаратом и последующим пауза 8-10 минут. Обязательно. В момент применения грибных препаратов это общее золотое правило фунготерапии никаких грибов в пищу других видов есть нельзя. Ну и конечно вот этот месяц это полный курс лечения печени. Я бы рекомендовал здесь следующее. Ну во-первых начать надо обязательно с антипаразитарной программы для любого человека. И ведь смотрите как интересно. Это не только избавление от паразитов месяца достаточно. А это еще и как раз лечение печени. Потому что два из трех грибов это лисички и трутовик лиственничный они обладают как раз гиподопротекторными средствами. Это первый месяц. Ну а второй месяц можно потреблять например дождевик потому что он посмотрите кстати о нем видео он является средством которое выводит из организма тяжелые металлы даже радионуклиды. И это было бы неплохо совместить таким образом. Например за 30 минут до еды для взрослого человека по 3 капсулы дождевика 3 раза в день то есть 5 баночек на месяц нужно а за 10 минут до еды как раз трутовик лиственничный оставить по 2 капсулы 3 раза в день то есть 3 баночки на 1 месяц. Таким образом второй месяц пройдет у вас а третий месяц можно ну помимо расторопшей или каких-то еще трав для печени оставьте только трутовик лиственничный как раз по 2 капсулы 3 раза в день то есть 3 баночки на месяц. Что же касается вообще печени темы а например следствие заболеваний печени а именно уменьшение пропускаемой способности клеток гепатоциты для крови являются такие болезни как ларикозное расширение вен как следствие тромбофлебиты ну и например геморрой первопричина это не заболевание кровеносной системы а болезнь проблема именно печени посмотрите мою лекцию о печени обязательно эту лекцию возможно еще другую там печень желчный пузырь поджелудочная железа обязательно посмотрите и вы будете знать все эти нюансы у меня есть инфопродукты и по печени лечения и медоболезней печени в комплексном подходе но вот и этот момент который я вам сейчас порекомендовал обязательно учтите и это уже огромное дело огромное и подожди и подожди я вам сейчас покажу Продолжение следует...